30-ку с нее требуешь. За что главное хочется узнать? Ксения Кимовна, приведу короткий пример аналогию. Когда маленький футбольный клуб, где-нибудь в Испании или в Бразилии, где развита футбольная индустрия, берет с улицы, со двора, с поселка, с деревни молоденького паренька и делает из этого паренька звезду, то потом он передает его в клуб премьер-лиги, в богатый, крупный клуб за хорошие комиссионные. За очень хорошие, мощные, комиссионные. Три месяца назад Анну Александровну Белякову не знал никто. Сегодня, спустя три месяца отношений с Должанским, Анну Александровну Белякову знает вся Россия. Все, кто смотрят Дом-2. Это тебе завидно, что ли, я не пойму. Анечка, мне пока завидовать нечему. У меня статус хедлайнера четвертый год. Но не за меня речь, а за то, что футбольный клуб 2-го дивизиона берет с клуба премьер-лиги хорошие комиссионные. Речь не идет у нас ни за какие хорошие комиссионные, а всего-навсего за несчастную тридцатку. Коля, так какие предложения? Одним предложением. Значит, пока Анна Александровна не в отношениях со своим новым кавалером, и пока у нас точка не поставлена. Анна Александровна, давайте сегодня поставим точку в нашей интимной жизни. Точка. И, да, ставим сегодня точку в нашей интимной жизни. Прощальный интим, и я списываю все долги, в том числе 30 тысяч рублей. Вот сейчас, Коля, реально зубы сушь в стакан. Анечка, нет, давайте вот все тут деловые люди собрались. В том числе ваш, человек новый молодой, тоже бизнесменом себя заявляет. Ребят, вы все знаете расценки на рынке. Не больше 10 тысяч рублей берут, да, работницы. Я обещаю... А, подойди, дай ему помоги. Я обещаю, я обещаю... Я обещаю 30 тысяч списать. Под нуль списать. То есть три раза она тебе заносит? Нет, нет, нет. За один раз 30 тысяч списываю. Что будем делать, Анна Александровна? Ничего не будем делать. Все, у меня с этим человеком, я не хочу, чтобы меня связывали. Ладно, у подых участников тогда послушаем. Чую.